Где Толстой? Непонятно. Когда мы говорим о клише «Золотой век», мы идём по кладбищу. Да погоди! Вы живёте в эпоху договора с дьяволом. Да погоди! Нет, мои дорогие. Просто нет выхода. Русская культура ничего не даёт миру. Абсолютные безбожники. Господи, как много слов. В этой теме и личной, и мелкой, перепетой не раз, и не пять, я кружил поэтической белкой и хочу кружиться опять. Это Маяковский сказал о любви. Ну, а наша тема сегодня совсем другая. Это прям, как, знаете, по Звягинцеву. Не любовь. Но тема такая близкая, такая родная, такая наболевшая. Ну, буквально для всех, что не говорить про неё просто нельзя. Друзья, это «Панккаст» и наш второй выпуск. И сегодня мы говорим о том, куда ушёл золотой век русской культуры. И говорим об этом в совершенно замечательной компании. Вот от наших истоков. Прародитель меня в прямом смысле этого слова. Мой отец. Профессор, доктор филологических наук Евгений Викторович Жаринов. Одесную от меня сидит, а Ашуюю от меня. Да, вернёмся уж к истокам, так к истокам. Григорий Мастридер, эрудита, автор канала «Книжный чел». Мы с вами от разных эпох. Я Николай Жаринов, как связующее звено среди академтусовки. Среди не совсем академтусовки. И будем с вами разбираться, что же происходит в русской культуре сегодня. И как такое вообще получилось. Но для начала давайте поговорим о том, что в принципе представляет из себя золотой век как таковой. Вот золотой век как определение. Это же не только для России характерно. Это же практически везде и всегда. Мы говорим с вами о золотом веке, например, греческой литературы. Мы говорим с вами о золотом веке римской империи. Мы говорим с вами о золотом веке, например, нидерландской живописи. О золотом веке Англии. Для Англии это, например, викторианская эпоха. О золотом веке французской культуры. И вот у России тоже есть свой золотой век, который пришёлся в основном на XIX век, конец XIX, начало XX века, и вот куда-то, куда-то потом ушёл. Классическая риторика, что раньше было лучше, как ещё на египетских пирамидах на стенах. Да, раньше было лучше. Что молодёжь скатывается, был золотой век, сейчас нет. Вот. А что это такое? Золотой век. Давай, я буду тебя отец не Евгения Викторовича называть, я тебя можно, буду по-простецки батя звать. О, Господи, тогда я Тарас Бульба. Не убей. Не убей, да. Не убью, это точно. Ты не Андрей, слава Богу, ты Николай. Так вот, если говорить о условном, всё это условности, видите. И всё условно, и в литературе, и в истории культуры. Потому что, когда мы говорим, ну, например, я уж, извините, в далёкие дебри уйду, о классической греческой драматургии, и мы называем «Исхил», «Сафокл» и «Врепид», ну, ещё «Аристофан». Это условно. Да? Потому что мы знаем-то только осколки. Да, потому что от 90 пьес, условно говоря, остались по 7, и только 19 у «Иврепида». Почему 90? Это тоже условно. Что там говорили, 90 пишешь и больше нет. Это же тоже условно. Второе. Сколько раз горела Александрийская библиотека? Сколько там уничтожали? Что сделали в эпоху Средневековья? Сколько великих книг превратили в полемцест? Когда стирали с пергамента ножом эти тексты. Петро, они сатирикон. Тебя отлично. Да. Что осталось от великого романа? А ещё, если внимательно взять Аристотеля и почитать его поэтику, то мы там увидим, что он не упоминает ни «Исхил», ни «Сафокла», ни «Врепида», а упоминает других драматургов. И Гомера. Гомер был известен. Значит, эти не были на виду. Значит, они выстрелили после того, как всё остальное время выстригло это. Спасибо арабам, которые спасли нам Аристотеля, которые спасли нам кое-что ещё. А так, поэтому, чем глубже мы уходим, тем больше возникает всяких идеалистических концепций. Когда мы с моими коллегами на кафедре обсуждали, а ту ли классическую литературу мы изучаем, это вот наши такие посиделки, мы все приходили к выводу, что всё это очень условно. И понятие классики очень условно. Это то, что нам осталось. Это то, что мы... Вот мы приходим на развалины древнего города, и у нас лежат камни. А как он выглядел? Мы только себе воображаем. Вот вся классика – это воображаемая условность. Я так считаю. Спасибо арабам за то, что сохранили для нас европейскую культуру. Спасибо. Без этого никак. Если бы не вы, мы бы не знали Аристотеля, а значит всё пошло бы иначе. Ну, Золотой век, получается, это всегда определение, которое даётся потомками. Вот если мы вспомним, в 30-х, по-моему, годах Чаадаев писал в 1830-х, что русская культура ничего не даёт миру. Хотя, казалось бы, сейчас мы смотрим на это время как на начало, там, пушкинская эпоха русской литерации. По сути дела, да. И вот начинается тот самый Золотой век. Больше того, это же именно тот момент, когда про Россию начали прям очень-очень-очень много в Европе говорить, потому что это была победа над Наполеоном. Да, то есть в момент кажется всегда, что всё плохо и что раньше было лучше. И я, наверное, не сторонник такой риторики. Действительно, сейчас чувствуется, например, определённый вакуум и в литературе так любимой мной, и во многих других видах искусства в России. Но, может быть, опосля мы увидим и, может быть, узнаем о каких-то именах, которые не были так известны сегодня. И увидим, что, может быть, и сейчас бы даже был Золотой век. Ну да, в общем-то, однозначно сказать нельзя. Не знаю, как это могут или не могут назвать Золотым веком. Есть всё-таки много показателей. Хотя, хотя, шелухи хватало во всей эпохе. То есть, когда мы, например, говорим об эпохе Пушкина, и говорим, ну, там же был Пушкин. Но Пушкин был самым популярным поэтом в своей эпохе. Да, там же были такие мастодоны. А сколько было фигни. Я тут хочу вставиться. Например, поэт-кукольник, современник Пушкина, был уверен, что его пьеса «Моцарт и Сальери» написана о его кукольникоотношении с Пушкиным. Причём он, кукольник, себя мыслил там Моцарт. Естественно. А Пушкин и Сальери. Когда творил Пушкин, то на самом деле был в это время, как ни странно, очень популярен крестьянский поэт Сли Пушкин. И ему такое предоставляли. «Мама дорогая». Это был очень популярный поэт. Как это такая есть дурка в России. Патриотизм. И он очень патриотичен был. И так далее. Хотя отношения, например, Николая Первого и Пушкина не так просты, как это представляется в школе. То есть он прекрасно понимал талант Пушкина. И он... Но он был его личным цензором. Цензором. Убрав 12 цензур. Убрав 12 цензур. И он заботился о семье покойного. И он вообще говоря, брал у Пушкина честное слово, что он не будет драться на дуэли. А у Пушкина было несколько десятков вызов на дуэль. Он как будто искал эту дуэль. И когда он умирал, то через Жуковского, который был личным гувернёром будущего царя-освободителя, передайте Пушкину, что я его простил. Потому что он дал личное слово дворянина. Там такие отношения. Вот Соловьёв пишет об этом в статье... Владимир Соловьёв. Не путайте с другим Соловьёвом. С другим Владимиром. Всем известным. И не менее популярным, конечно. И даже более популярным. Так вот, Владимир Соловьёв в своей статье маленькой «Умер царь Николай первый». Гениальная статья, где он просто разрушает все глупости по отношению к Николаю. Но это, наверное, будет уже немножко подальше в нашем разговоре. Нет, то, что Николай первый не был глупым человеком, об этом очень много чего говорит. Просто есть всегда вопросы пропаганды, в том числе пропаганды советской, и в том числе советской историографии, где царь просто не мог быть хорошим. Он должен был быть напрямую Николаем Палкиным. И хотя у Николая первого было огромное количество неочевидных решений, но... Вот если здесь смотреть. Если смотреть на то, как вообще власть относилась к художнику, и что власть для художника вообще могла сделать. Вот один замечательный случай. Николай Васильевич Гоголь. Бедный на тот момент. Да, это первый наш, по сути дела, профессиональный писатель, который полностью решил зарабатывать исключительно своим трудом. У которого не было крепостных и... Да. Он за это получал деньги, только за то, что он пишет. Забавный очень факт. В Италии на тот момент жить намного дешевле, чем в Петербурге. И поэтому Гоголь решает отправиться в Италию, но денег у него, как всегда, в общем-то... И Гоголь пишет императору с тем, чтобы он дал ему денег на его путешествие. И что делает император? Выделяет ему очигнование и сказание. Вообще без проблем. Пожалуйста, ты художник. Николай I присутствовал на, если не ошибаюсь, в премьере Ревизора. И очень высоко оценил. Легендарная фраза оттуда же, да? Достала всем больше всего мне, хотя, опять же, она подвергается сомнению, насколько она вообще реальна. Еще одна маленькая деталь. Вспомните последнюю сцену в Ревизоре, застывшая сцена, когда актеры Гоголя расписывают, где кто стоит. Известный литературой вед, на лекции которого я бегал еще в 70-е годы, Владимир Турбин, разбирая этот момент, сказал, ведь это же явление Христа народу Иванова, который восхищался Гоголь и который перенес в эту пьесу. Но, говорит Турбин, посмотрите, там не явление Христа народу, там явление представителя Николая Первого. Ну, государственная власть, опять же. Которая воспринималась помазанник Божий. Опять же, это же концепция возникшая именно при Николае. Православие, самодержавие народности. Да, от министру Варова. То есть, да, от министру Варова то самое повторение славянцы. если мы держали народность, это воплощение философии Гегеля. Тезис-антитезис-синтезис. Да. Природа, дух и так далее. Это еще популярность гегелевской философии, которая пронизывает все русское общество. Вообще, когда мы говорим о золотом веке русской литературы, не надо забывать, она вся западная. Вся русская литература абсолютно западная. Здесь я полностью согласен с Невзоровым, которого я не очень тогда люблю. Но он все время эту мысль проводит, и он абсолютно прав. Она вся западная. Пушкин, вот уберите у него всю античность, и Пушкина нет. Вот уберите у него влияние Руссо, Больтера, и Пушкина нет. Стерна, и так далее. Совершенно верно. И нет никого. А посмотри, уберите у Достоевского, такого вроде бы русского писателя, Шиллера. Он душу в русскую сосался. И нет его. Канта уберите. И нет его. Гоголя убери полутоцкой роман. Что останется? Во-первых. А во-вторых, Гоголь, вообще я тут спорил с одним, так сказать, младостарцем от культуры и литературы. Терпеть не могу младостарцев, которые тащатся преподавать в академические вузы. Вот беги на Пуджи-подкаст, чего ты там сидишь, как говорится, ртом пыль глотаешь. Или еще на какой-то подкаст. А это такие, младостарцы, которые состарились пораньше. И он утверждал, идиотик, что мертвые души никакого отношения не имеют к Данте, божественный камень. Он в этом смысле спорил с академиком Веселовским, со всеми авторитетами. Он решил, что если вот он всех их так, он станет чем-то великим. А там Данте присутствует. И мертвые души это Данте, божественная комедия. Вот это, кстати, действительно интересное наблюдение, то, что вся русская культура, она действительно насквозь западная. Вот берем, например, ту же самую знаменитую картину Иванова, Ивалиния Христа народу. Вроде бы. Культ православия, да? Один из главных шедевров русской живописи. Но где он создается? Целиком и полностью создается в Италии, в Риме, где Иванов работает в своей студии, куда к нему захаживает Гоголь, потому что на тот момент для русских художников вообще совершенно нормальным явлением считается учиться в Италии. Так они получают те знания, которых у них нет. Еще при учреждении же Пушкинского музея, как говорил Иван Цветаев, несчастный мы народ, у нас своей античности нет. И вот тут, кстати, Гриша, вопрос тебе. Причины зарождения вот этого золотого века, как ты думаешь? Вот мне кажется, что отчасти он рождается из тоски. Давай приведу тебе свою аналогию. Давай. Есть у нас, например, золотой век нидерландской живописи. Абсолютно революционный с точки зрения того, что нам показано было в картинах. Это абсолютно не итальянское возрождение. Это свой собственный стиль. Но почему? Потому что в Голландии долгое время не было своей истории. Им хотелось быть, как другие, но все-таки по-своему. И они им стали. Смотри, Россия. Нам хотелось быть, как другие, но по-своему, потому что у нас русский путь. Ну, понятно. Ну, античности... Ну, античность была у греков, у римлян. Да, но посмотрим, где они оказались в итоге в 19-20 веке. Но у них было возрождение. У них до этого было возрождение. Они раньше, да, до этого. Когда ты... Цивилизация, которая всё время оглядывается в прошлое и смакует достижения тех эпох, и с подобострастием смотрит вот на титанов, которые создавали произведения искусства, того времени, не осмеливаясь даже подумать о том, чтобы скинуть их с парохода современности, возможно, тебя это немного сдерживает. А у нас был эффект, как говорят в экономике и в политике, эффект низкой базы, когда у нас не было ничего, у нас не было, да, русского литературного языка, как мы с тобой обсуждали, даже, да, до Пушкина современного. И можно было с нуля это создавать. Это очень похоже, кстати, с миром современных коммерческих многих индустрий. Например, в Советском Союзе не было никакого банкинга индустрии финансовой, и в результате сегодня в России самые передовые банки в мире, потому что они сразу стали внедрять самые современные технологии. Интернет-банкинг в США или в Европе, я был и там, и там пользовался, и могу сказать, что очень сильно отстает от российского, потому что мы просто сразу стали делать что-то новое с загадкой на самый передовой, современный. Не было скреп, который нас удерживали. Да, то есть я не думаю, что была какая-то общенациональная тоска по отсутствию у нас античности. Нет, я думаю, обычный мужик вообще не тосковал, что у нас не было античности. Мы все знаем, какие были там тиражи у произведения литературы того времени, какой был уровень грамотности, что, ну, понятное дело, мы говорим про маленький процент населения, которое вообще имело доступ и интерес к вот этим произведениям искусства, которые мы обсуждаем. Но даже у этого процента я не думаю, что у него была тоска. Просто был какой-то подъем, были идеи, что тоже важно. Вот если мы возьмем 19 век, ну, реально, бурлили, бурлили разные идеи, славянофильство, западничество, да, сталкивались какие-то там политические тоже были, да, перемены, которые вдохновляли, если мы говорим про Александра Второго, например, тоже что-то все меняется, какая-то вот новая оттепель наступает, которая побуждает творцов, тоже что-то искать, двигаться. И вся эта эпоха, ну, вот, если сравнивать ее с нынешней, сейчас все-таки у нас пост или даже мета-модерн, идей каких-то нет, а тогда было очень много идей, и это все помогало. А это, кстати, прекрасная идея. Прекрасная идея одновременно вкидывания по теме того, что происходит сейчас. Смотри, какая история. Нам вот сейчас очень-очень много говорят про скрепы. Вот, ну, без скреп. Мне никто про них не говорит, я не смотрю телевизор. Но, да. Я тоже не смотрю телевизор, но при этом все равно про скрепы как-то, ну, как-то доходят, да, в любом случае. По разными путями. Ну, я помню, скрепыш был такой в Microsoft Word. Помнишь? Помни, был. Отличный. История состоит в чем? А изначально ведь русская культура дошла до своего развития, вот того, которое мы видим, до романов Достоевского, до романов Толстого. Именно потому, что вот этих скреп в виде античности у нее не было. У нас не было своей античности. Мы могли только переосмысливать чужой опыт, да. У нас не было пути, по которому мы должны были развиваться. Поэтому приходилось экспериментировать. Когда ты экспериментируешь, ты по-любому будешь находить новые пути. Почему, например, все настолько зачитываются Толстым? Хотя, казалось бы, да, вот, Бать, ты вообще специалист по Толстому в этом плане. Зачитывались. Да. Сейчас-то вряд ли зачитывались. Слушай, нет, ну, все равно... Но сейчас же и сегодня тоже. Ведь даже массовая культура это показает. Ну, снимают у тебя современный фильм про Анну Каренину. Ну, понятно, что про его художественные достоинства можно по-разному говорить. Но ведь снимают, а значит, запрос есть. А если запрос есть о смазовом кино, это всегда так, значит, люди все-таки этим еще интересуются. Значит, это ушло не до конца. И смотри, опять же, если мы берем ту же самую Анну Каренину, вот, казалось бы, казалось бы, до этого момента у нас есть уже роман, например, Гюставо Флабера «Госпожа Бавари», где очень в смежном ключе, не похож, в смежном, но с другой совершенно стороны, рассматривается, в общем-то, похожая история с семейной изменой, где главной героиней является женщина. Да, у Флабера совершенно другое повествование, но Толстой прекрасно этот роман знал. Не очень любил о нем говорить, вот, но очень хорошо знал. И сюжет отчасти, можно сказать, все равно, да, мы не можем говорить об этом напрямую, потому что Толстой сам по этому поводу не высказывался, но то, что он эту книгу знал, это очевидно, и Флабера, то, что он читал, тоже очевидно, книга была издана намного раньше, Толстой читал практически все современные книги, которые выходили, особенно из качественной литературы, и все время по них высказывался, а вот про этот роман так, осторожненько. Но ведь он, Анну Каренину, пишет по совершенно другому ключе, и не просто пишет в другом ключе, да, он там постоянно экспериментирует. Ведь в чем прикол, например, то же самое Анны Карениной, о чем очень часто говорят, да, и это в том числе есть у Набокова в его лекциях, о том, что там, например, в конце у нас есть одно из первых проявлений, ну, практически поток сознания, когда Анна Каренина у нас едет на станцию встречать Вронского, и то, что это еще допрусто, до многих моментов, по сути дела, пример именно это. Сначала разберемся, Анна Каренина и Мадам Бавари. Мадам Бавари это роман запрещенный, это роман скандальный, он в свое время занимал такое же место, как Лолита Набокова, как... «Цветы зла» в Адлера. «Цветы зла», как... За эту книгу судили, «Любовник и леди Чатерли» и так далее. Он, как роман и Маркиза де Сааде, он был запрещен. Запрещен он был потому, что, хотя там нет никаких сексуальных сцен, хотя там нет никакой откровенности, которая есть в «Любовник и леди Чатерли» или в «Лолите», и уж тем более у Маркиза де Сааде, ничего этого нет. Он был запрещен именно потому, что Флабер, кстати сказать, об эксперименте, он снял женщину с пьедестала, романтического пьедестала «Возвеличивание». Самое яркое это у Пушкина, например, «Я помню чудное мгновение, передо мной явилась ты, как мимолетное видение, как гений чистой красоты». Это очень яркий, романтический пример «Возвеличивание женщины». Женщина в классической литературе до Флабера была, имела право быть либо ангелом, либо если ангелом, то падшим ангелом. Середины не было. А Флабер говорит, женщина, мадам Бавари, это я. Женщина такая же, может быть, пошлая, примитивная, как мы мужчины. Не надо ее возвеличивать, не надо ее и опускать до инфермального уровня. Она такая же, как я. Она человек. Эммочка Бавари пошленькая. И это так всех возмутило, что роман был запрещен. Не случайно Оскар Уальт в защиту этого романа напишет знаменитый свой парадокс. Нет книг нравственных и безнравственных. Он имеет в виду, мадам Бавари, есть книги плохо и хорошо написанные. Эта книга гениально написана, но она о пошлости. Общее свое мнение возмущает. Как эта женщина пошлая? Она не имеет права быть пошлой. Она, 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 она. Люди находятся под властью вот этих вот идей, да? А поэтому-то Толстой это не любил. Толстой был жуткий сексист. И Толстой очень традиционен. И Толстой никак не мог позволить, что женщина будет пошлой. Она будет как Элен из Чади Ада или как Наташа Ростова. Анна не пошлая. Анна не мадам говори. Анна заблудившаяся душа. Мне отмщение ас воздам. Вот в этом я тебе и говорю про эксперимент. Там нет потока сознания. Почему? Объясняется очень просто. Не надо путать диалектику души Толстого, которая граничит с потоком сознания. Он блестяще владеет ассоциативным письмом. Но дело в том, что диалектика души, если говорить о теории, от потока сознания Джеймса, Джеймс это тот, который придумал поток сознания, а Джеймс Джойс, который им воспользовался. От потока сознания отличается в том, что у потока сознания нет понятия прихода к убеждению, к какому-то центральному открытию. Ну, как источник. Да. Опять же, да? Модернист отрицает само понятие истины. Поэтому поток сознания. Поэтому это поток ассоциаций, который не приведет тебя ни к какому нравственному открытию. А для Толстого нравственное открытие это убеждение. Как строится диалектика души, если взять формулировку Чернышевского? От ощущения, просто от тактильного, к чувству, потому что ощущение чувства, как у младенца, чувство к мысли, а мысль к убеждению. Вот так идет диалектика души. Начинаем трогать нам, как о Ленину, больно от того, что нас кусают те самые комары. Потом у нас рождается чувство, чувство неудобства, грязи какой-то, греха. Потом мысль, надо очиститься, очиститься, а потом убеждение. Надо жить ранее других. И Оленин встает из своего укрытия, не боится чеченских пуль, ходит и думает, где же тот человек, ради которого я буду жить. Наивно, но это так. Вот так рождается убеждение. Дальше он по этому убеждению пойдет. Так это будет у Анны, так это будет у Андрея, у всех. Это только внешне напоминает. А я тебя по этому уже и спросил про базис. Вот смотри, та площадка для экспериментов, которая тебе изначально дает, вот то, что мы до этого момента сказали про отсутствие античности. Толстой, у тебя безумно патриархаль. У него есть четкое свое, достаточно религиозное, в общем-то, несмотря на его последующие... Он создает свою религию. Он создает свою религию. В том, насколько он уперт, это вообще отдельная тема. Он свою религию создает. Называется толстовство. да, и сам Евангелие перевел, и сам греческий язык изучил, потому что решил до истины докопаться. Да, да, да. Парень был в этом плане больной. Не надо его называть парнем, это все-таки это как ты сейчас Энштейна по плечу похлопаешь. Парень, ты хорош, ты молодец. Когда-то был и парнем. В любом случае ситуация состоит в чем? У него были свои убеждения, но не было тех наблюдений, которые были у Флабера. Тема-то в общем, если мы берем эти два романа, тем у них действительно очень похоже, но взгляд совершенно другой. Вот мой дорогой, вот смотри, ой, как мне клево с тобой сидеть-то, ух ты мой хороший. Так вот, извини уж за такие всплески отцовские. Так вот, дело все в том, что Флабер не менее религиозен, чем Толстой. Минуточку. И Флабер создает свою религию так же, как Толстой. Потому что для него литература – это новая церковь. И есть церковь. В этом вся суть. Он считает, что церковь, Флабер, уже себя опорочила. И теперь функцию священника выполняет писатель. И он создает свои симулякры. Но эти симулякры – это вторая реальность. И есть истинная вера. Вот задача Флабера. Она совершенно фантастическая. Она совершенно, как это сказать, еретическая. У него серьезная... Настолько же еретический и Толстой. Толстой. Но они по-другому. Потому что Толстой считает не литературу. Толстой откажется от своей войны и мир. Ну, конечно. Ятанна Каренина откажется вообще от всех своих произведений, которые были написаны по придуманным сюжетам. Почему? Потому что есть реальность, которую придумал Господь. И если ты пробуешь придумать свою реальность, ты претендуешь на власть Бога, а не ты. Маленькая одна деталь. Только одна маленькая деталь. Чтобы понять, куда в своем безумии дойдет Толстой, я всем советую прочитать убогий его рассказ «Свечка». Вот для него в конце жизни это высшее воплощение не творчества, а его представлений о том, как должен жить человек по Богу. Это страшно. Это страшно. Это лучше не читать. Вы когда читаете, за Толстого стыдно становится. «Свечка» и все. Где «Война и мир», где Анна Каренина, где Хаджи Мурат. Но Толстой, он ведь настолько противоречив, он «Свечку» пишет, а потом втайне от своей Софьи Андреевны, которая выслеживает его, чтобы он, гад, не написал там, что отказывается от всего имения, а тогда дети по миру пойдут. А он миллионер, между прочим. Он втайне пишет жуткую вещь, полную садизма, полную крови, полное напряжение. Хаджи Мурат. Пишет, стесняется этого. Не дописывает. его потом после смерти. Это он такой старец, такой вот весь, курочку не ем, это самое, мясца не ем, такой я весь для тететей. Он вообще прикольщик был. Когда к нему приходили, он говорит, вы мясца хотите, наверное? И курочку привязывал к столу. Ну вот вам ножичек, вот курочка, отрежьте и нежьте себе мясцо, там помогут вам приготовить. Люди в шоке. И вот он из этого вот юродства, это юродство, типичное юродство, да? Он вдруг пишет Хаджи Мурат, вспоминая свою молодость, когда кровь играет. Это вообще Хаджи Мурат, это... И вот думаешь, свечка и Хаджи Мурат, где Толстой? Где Толстой? Вот он весь в противоречиях. В этом смысле он, конечно, фигура 20 века. Не случайно это любимый писатель Хемингуэя. Он весь в противоречиях. Он понимает, что что-то рождается другое, что классический роман умирает, потому что Хаджи Мурат это уже не война и мир. Это классический роман, где все сводится почти к телеграфному стилю. Телеграф, телеграмма. Вот, но тут смотри, что самая основа. Мы же до чего пытаемся докопаться-то? Мы же пытаемся докопаться до того, как вообще в принципе может возникнуть понятие золотого века. То есть вот те основы. Толстой это одно из явлений. Давай так сказать, золотой век существует только в нашем культурном сознании как некий идеальный симулякор. Не было золотого века. Я на этом стою. Не было золотого века. Были писатели, живые, боролись с другими. Знаешь, кого Толстой привечал больше всего? Куприна. Ни Чехова, ни Бунина из своих современей. Куприна. Хорош. Куприн-то хорош, но рядом с Чеховым. Сам Куприн, когда Чехова пишет свою лучшую повесть, когда Куприн пишет свою лучшую повесть, поединок, не яма, поединок, знаешь, что он говорит о своих положительных героях. Это его высказывание, самого Куприна. Он понимал, что он не дотягивал. Он понял, все мои положительные герои, это граммофоны, которые произносят какие-то правильные вещи, совершенно мертвые. Куприн прекрасно понимал ограниченность своего творчества. Нету граммофонов у Бунина, нету граммофонов у Чехова, я умолк. Но я соглашусь тут с Евгением Викторовичем на самом деле, потому что, ну да, Золотой век это очень удобная такая вот концепция для учителей литературы. Помните, вот эти портреты в кабинете, все эти замечательные знакомые нам лица висят, грозно смотрят на нас, пиетет, почтение, вот это был Золотой век. Хотя, конечно, несколько условно, ну, можно использовать этот термин, но я не думаю, что нужно прям очень жестко загонять себя в рамки этой концепции. во, вот на эту тему хотел еще как бы отдельно тоже поговорить и высказать. Смотри, есть наше отношение вообще в целом к Золотому веку, то есть можно делать это примерно так, как это происходит в школе, ты видишь портреты, и ты должен как перед иконостасом упасть на колени и сказать спасибо, Александр Сергеевич, Михаил Юрьевич, Лев Николаевич и Федор Михайлович за мое счастливое детство в кавычках, и сказать, насколько ты им благодарен и насколько они вообще великие. Этого требует от тебя в школе. Ну вот, и поэтому литературу не очень любят классическую многие люди. Но есть же... Можно я еще вставлю? Золотой век это кладбище. Конечно, кладбище. Вы ходите по Новодевичьему кладбищу, это модель Золотого века. Когда классику превращают в кладбище и навязывают определенные, как бы это сказать, клише отношения, классика умирает. Вот Пушкин давным-давно мертвый классик, потому что любой пошляк может вам что-то процитировать. Чем меньше женщину мы любим, тем легче нравимся мы. Любой пошляк это вам скажет. Дело в том, что проблема не в этом умершлении классики, а проблема в том, как читать классику, чтобы она была живой. а она, как бы ее не хоронили, живая. Когда мы говорим о клише Золотой век, мы идем по кладбищу. Надо от этого клише отказаться. Как говорит Джойс, дом Ирландс и его гроб. Да. И в России ситуация похожая, в общем-то. Но смотрите, у нас это может быть кладбище. Я в этом отношении согласен, и действительно так по большей части это и представляется. Мы можем вдаваться в эпоху и смотреть просто, насколько классно там развивались культурные процессы, а ведь действительно так и было. То есть мы смотрим, например, отношения с точки зрения власти. И мы уже упомянули, например, про того же самого Гоголя. Гоголь, писатель, который не вписывается в политическую повестку до конца. Опять же, человек, который у себя в произведениях изображает чиновников не как высшее отображение добродетелей, для эпохи Николая Первого в общем-то личность сомнительная. Но Николай Первый не думая ни секунду дает ему деньги на то, чтобы он спокойно ехал и жил, творил в Италии. Почему? Потому что видит в нём художника. Ну и потому что миссию свою цари видели чуть-чуть наперёд, оставить наследие потомкам, в отличие от... И это вопрос отношения. Мы можем воспринимать золотой век как портреты в классе школьных учителей литературы. И как те идолы, на которые мы ориентируемся. Мы можем воспринимать золотой век как модель поведения людей, когда сами отношения были немного другие. И это рождало под собой развитие культуры. Вот ещё один замечательный совершенно пример. Мы говорим, например, про взаимодействие того же самого Николая Первого, называемого у вас Николаем Палкиным, с Пушкиным. Да? Он стал его личным цензором, но он при этом и подсказывал ему классные решения для его же собственных творений. Причём, кстати, часто и соображений цензурой. Как, например, фраза дальнейшее молчание, которая появилась в Борисе Годунове благодаря тому, что изначально в первом варианте что было? Народ приветствовал нового царя, так же, как приветствовал того, кто пришёл до этого момента. Но надо сказать про Бориса Годунова, что Николай вообще предложил полностью всё это перенять. Да, он вообще предложил. Это было бы не исторического романа на манер Вальтера Скотта. Вальтера Скотта, потому что Вальтер Скотт личный друг Николая и пишет оду в честь Николая. И Николай обращается к Вальтер Скотту, чтобы он написал ещё один роман, потому что фрейлины царицы не знают, что делать. А это серьёзная проблема во дворе. Ну, при дворе, да? То есть там были особые. Поэтому для него Вальтер Скотт абсолютный образец гениального писателя. Ну, в общем, не всегда комментарий Николая, а к тому, что всегда хороший. Но то, что поддержка отрелигода была, да? То, что изначально, да, как бы у нас народ приветствовал нового царя на русский престол, точно так же, как до этого момента приветствовал Борис Годунов. Что говорит Николай? Абсолютно политическая повестка. Ну, точно, говорит, ну, не может народ русский, ведь мы же говорим православие, самодержавие народные, да не может русский народ приветствовать на трон самозванца. Ну, не может. Гениально. И что делает Пушкин? Вспоминает Шекспир. В дальнейшем. Ричард Третий. Ну, насколько. Фраза взята из Ричард Третий. Ну, насколько. Правда, Шекспир сам своровал эту фразу из исторических хроников. А ведь не было бы этого изначального импульса, да, для того, чтобы у тебя, в принципе, эта идея родилась, оно бы и не возникло. Нет, даже здесь, смотри, опять идея. Русская классика, западная классика. Да, да. Это Шекспир и Карамзин одновременно. Очень-очень-очень-очень как люди изначально относятся к искусству. И в том числе отношение бизнеса к искусству. Ведь, смотрите, 19 век русской культуры это то время, когда искусство максимально поддерживается частными меценатами. Это не только государство. Вообще нет. У нас Третьяков, Морозов, Щукин, Мамонт. Огромное количество имен тех людей, которые просто занимаются тем, что поддерживают развитие искусства. Почему? Потому что верят в том, что русское искусство может действительно выстрелить и выстрелить не только в своей стране. Оно может выстрелить на весь мир. Веря в эту исключительную миссию, они иногда сами себя отодвигают на дальний план. Вот сейчас, например, какое у нас есть отношение? Я вот так вижу, я вот так хочу. Николай, подожди. Вот тут еще одна вещь. Почему так было в той истории? Почему и не только в России, и в Англии, и во Франции, где угодно огромное количество меценатов, правительства, которые поддерживают своих художников? Дело все в том, что кто-то из историков культуры сказал, это такое странное воплощение так называемого вульгарного дарвинизма, когда национальные культуры воспринимали жизнь в сообществе с другими нациями в истории, как борьба видов. И каждая нация стремилась выжить. А выживать она могла, это не такая глупая идея, выживать она могла по идеальному принципу. То есть идеи, идеи, которые должны показать, что вот эта нация великая, у нее такой, например, почему немцы так выдвинулись на первый план, а они говорят, слушайте, да вы все живете по нашей философии, вся философия это немецкая, а вы посмотрите, и Кант, и Гегель, все у вас, возьмите Канта, вот вам Достоевский, возьмите Гегеля, вот вам Толстой, возьмите еще кого-то, вот вам это, вот вам это, вот вам это, и так далее, посмотрите, вы все подсели на нашего Гёте, вы живете в эпоху договора с дьяволом, а это наш парень-то, а не ваш, извините, и так далее, и так далее, и так далее, да, французы, нет, мои дорогие, у нас просвещение, вы забыли наших просветителей, вы забыли нашего Вольтера, вы забыли нашего Жан-Жака Руссо, вы посмотрите, что такое является ваш Евгений Онегин, это же Юля, Ленова, Элоиза, что же это еще, это вот эта простая история Хуана и Марии, которая воплощена в Евгении, и это так, это я вам докажу, еще предлагают, вот, это классицизм, это Мольер, куда мне, англичане, послушайте, вы все подсели на нашего Шекспира, возьмите своего Пушкина, возьмите Онегинскую строфу, это так называемый шекспировский сонет, что такое ваш, Борис Гудунов, это шекспировская историческая драма, откуда фразы это король безмолвствует, это Ричард Третий, вы куда не, а русские говорят, мы это все взяли, переработали и сделали свой роман, сделали, в чем преимущество русских в этом плане, да, Шекспир, да, Кант, да, Гегель, да, Руссо, да, да, но вы не сделали самого главного, вы не сделали русского социально-психологического романа, а это наше, как ракета, как ракета королева, а это наше, и весь мир понимает, да, летит твою, мы-то этого не знаем. Но, к сожалению, пока что это вот в такого масштаба единственное что-то наше в мировой культуре, да? Если говорить о литературе, то, конечно, открытие социально-психологического романа, это открытие всеми признанное, потому что... И до сих пор признаваемое. Да. Но это было давно в этом проблема. А, это было давно, да. То есть все-таки был золотой век. Это был золотой век. Но золотой век, смотрите, как мы здесь говорим. Есть золотой век, как Новодевичье кладбище, а есть золотой век, когда его воспринимают люди, которые смогли осуществить так называемую культурную археологию. Когда они погрузились в атмосферу этой эпохи, когда они внимательно перечитывают классику, когда они находятся в живом диалоге с давно умершими писателями, вот тогда это другой золотой век. И мы понимаем это открытие, потому что и романы Достоевского, и романы Толстого, и рассказы Чехова, да, и так далее, и так далее, они действительно этот вот социально-психологический, ну, у Чехова рассказы, социально-психологический роман, который, так сказать, рассказы здесь очень важная вещь, потому что новелла в 20 веке приходит к сжатой эпопее. Чеховские рассказы это сжатые до предела эпопеи. Это рождает особое напряжение смысловое, да, и вот когда вот это вот появляется, то, конечно, западный мир зачитывается этими текстами. Сейчас, может быть, не так, но на уровне, например... А от скрипки Ротшельда до сих пор охраневает. А? От скрипки Ротшельда до сих пор охраневает. Нет, ну не... А японцы от Вишневого сада. Да, это тот рассказ, который ставится сейчас практически во всех театрах, которые пользуются популярностью, потому что, ну, в такой же... Нет, ну, вспомните фильм Райт, Анна Карелина, я считаю, это одна из лучших... Стоппорт пишет сценарий, Стоппорт, великий драматург современный, пишет сценарий по этому фильму, и Райт ставит его. Это одна из лучших экранизаций. Но тут вопрос, знаешь, какой. Вот я изначально задавал, ты как раз взаимоотношения бизнеса и искусства, да? То есть вот насколько вообще человек, а большая часть... А ушла концепция вульгарного дарвинизма. Да погоди! Мы живем... Становись! Помойки общей. Мы жрем фастфуд американский. Мы потеряли, как говорится, национальную еду. Вот эта одежда, это что, русская одежда? Косоворотки. Где эти джинсы? Это все оттуда. Слушай, давай сейчас тебе шаровары дадим. Ну что же это? Мы живем в общем рынке, бессмысленном рынке потребления. Мы уже не живем моя национальная культура, я должен выжить. Ну и плюс, как я уже сказал, меценаты зачастую вкладываются сегодня в науку, потому что наука это новое искусство, да? Вот с точки зрения влияния на умы и доминации в современной ноосфере. Как бы мы к этому не относились? Мне кажется, что это там имеет и свои плюсы, и недостатков предостаточного. То, что мы более в такой прагматизм уходим. Я как книжный чел, человек искусства, все-таки немножко ностальгирую по тем временам, когда искусство давлело в повестке. Но больше поддерживают науку, научные исследования. И вот научпоп, тот же, о котором я говорил, то есть литературу, если поддерживают, есть много грантов для научпоп-литературы, не так много грантов для просто художественной литературы. Есть, конечно, премии, но тоже у них постоянно проблемы, там они закрываются от недостатка финансирования. Ну, вот это реально нынешнего времени. Я не знаю, как за рубежом, но вот я слышал, что, например, в Америке там с поэзией проблемы, что, ну, я думаю, что не только с поэзией. С Букером сейчас очень большие проблемы, потому что всю премию полностью подгоняют под нынешнюю толерантную повестку. Плюс еще, да, вот повестка, то есть, ну, можно по-разному относиться, но... Если Букер раньше был показателем действительно таланта, то есть ты понимал, что человек, получивший Букеровскую премию, в отличие, кстати, от Нобелевской во многом, то его книгу, скорее всего, можно прочитать и нужно прочитать, потому что Букеровский комитет «Нихерня», откровенно говоря, то за последнее время смотришь и понимаешь, что нет, и они туда же... Ну, конъюнктурность, да. Да, как бы, и одни тоже вдались во всю эту историю с толерантностью, и, соответственно, там уже вопросов к художественной ценности все меньше, 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 меньше и меньше. Не, ну, я, наверное, сделал здесь, как говорится, дисклейм, что мы не против толерантов, наверное, но мы против насаждения какого-то различного догматизма в искусстве, когда в картину впихивают что-то, чтобы соответствовать социальной повестке. Да, как говорится, любой догмат, он не к добру, потому что искусство все-таки подразумевает определенную свободу, когда ты искусство заключаешь в определенной рамке, то это всегда ни к чему особенно хорошему не ведет. Ну, то есть, все-таки мы опять приходим к той теме, что вот есть та Россия, которую мы потеряли, и то искусство, которое мы потеряли, золотой век закончился. что почему? Да, почему? То есть, смотри, здесь можно говорить в общем и целом, на самом деле, наверное, в контексте общемировой поездки, да, есть, например, золотой век Голливуда, и золотой век Голливуда. Ну, и сейчас Марвел замечательно, кто там с Корсеза написал, кстати, где... Есть золотой век кинематографа, когда кинематограф развивался, вот прям шикарнейший, это в основном 60-е, 70-е годы 20-го века, когда это прям взлеты в работе с аудиторией, в работе со зрителем, и по количеству шедевров, которые выпускаются за это время, но действительно, это одно из таких непревзойденных просто эпох. И сейчас появляются какие-то отдельные фильмы, но, опять же, отдельные фильмы, то есть, можно сказать, что есть... Сейчас перекос в продюсерское кино, не в режиссерское, не в авторское кино, которое как раз и связано с золотым веком, о явлении авторского кино, это естественное продолжение развития киноязыка. Сейчас усложненный киноязык никому не интересен. Хотя Тарковский говорил, что киноязык, это еще в его эпоху, дошел до такого уровня, что с помощью кинообраза мы можем передавать поток сознания. Вот сейчас уже этот поток сознания никому не интересен, сейчас усложненный киноязык никому не интересен, его выделяют в так называемый артхаус, который я, например, сравниваю с общественным туалетом. Это где-то туда, кому надо, то есть зайдет. А нормальные люди сидят здесь. Мы с Николаем обсуждали, кстати, это в подкасте «Терминальное чтиво» и говорили о том, что, может быть, стриминговые платформы дают нам надежду на то, что они поддерживают авторское кино, начинают понемногу и что-то, может быть, переломится с этим трендом. Но общие, понятно, тенденции такие, что рыночек решает и меняет. Если бы спросить моего друга Мирошниченко Сергия Валентиновича, он бы сказал, сейчас тенденция кино переходит в документальное кино. Документальное кино, оно... Более информативное. Даже не имеет. Он говорит следующее. Очень мудрый человек, большой специалист. Он говорит следующее, что актерская техника, актерская игра, она сейчас полна того, что мы называем, клише. Мы уже видим, как даже у звезд есть определенное клише выражение своих эмоций. Вот не то, что у него эмоции, а вот клише эмоций. И документальное кино, оно в этом смысле чище. Чистнее. И чище, и честнее. Потому что, когда вы снимаете реального человека в стрессе или прочее, так ни один Брэд Питт не сыграет. Но сейчас, конечно, пик документального кино. Радите. Посмотрим. И там такие вещи. Вот он говорит, что туда переходит. Потому что там уже у кино появляются какие-то новые горизонты. Это его мнение как документалист. Ну вот видите, мы все время говорим про то, что что-то куда-то переходит. И мне кажется, это нормально. Если бы общество было статичным, общество было бы наподобие Спарты, а не наподобие Афи. Нет, понятно. То есть все было бы, вот мы так и молились бы на Золотой век, старались бы делать так же, как раньше, и ничего нового смысла бы не было. Это же вообще, это, кстати, вообще прикольная штука. Ведь почему мне в этом плане это настолько интересно? Потому что сейчас я работаю как раз над книгой по антиутопиям. И, соответственно, максимально погрузился весь концепт изучения того, что было и в античной философии, и в современной философии, и вообще к тому, как мы приходим к такой отрицательной картине мира. И государство Платона уже в очередной раз перечитало. И сейчас, кстати, вот интересная такая вещь, читаю... Ну, не читаю, да? Читать это не всегда просто, плюс не всегда есть на это время. Поэтому слушаю. Слушаю на замечательном сервисе Storytel сейчас потрясающую книгу, вызывающую массу сомнений, но крайне интересную. Это Освальд Шпендлер и его «Закат Европы». Да? Картинка, которая подруга... Это мастрин. Да. Просто вот математическая формула того, почему цивилизация приходит к своему закату. Понятное дело, что у Шпендлера здесь много вопросов, но в целом ты вот вообще как к аудиокнигам ты отношишься? Хочу сказать, что, кстати, Шпендер уважаю, хотя не согласен с его тезисом. Мне кажется, что история показала, что все-таки он немножко... Ну, а какие-то, да, вот фантазмы математические свои вот ты изложил там, но красиво. Но красиво, интересно, стоит почитать. И она в свое время, да, взорвала, как говорится. Что ли все? Абсолютный бестселлер. Ну вот. Аудиокниги очень люблю, регулярно слушаю. Вот мы сейчас говорим про закат и упадок. Я сейчас слушаю огромную аудиокнигу на английском. Гиббонс, историк британский. The rise and fall of the Roman Empire. Падение Римской империи. Он как раз рассказывает про последние вот последние годы, последние десятилетия Римской империи. Огромная. Там я ее уже прослушал часов пять, и там еще очень много. Ну вот тоже отличный способ потребления контента, пока гуляю с собакой, например, и так далее. Да, вообще, да. Для того, чтобы читать, тебе нужно каким-то образом уединиться. Если ты хочешь просто слушать аудиокниг, ты можешь делать это буквально везде. Будь то метро, будь то общественный транспорт, и при этом все равно получать классную информацию. Поэтому, да, кстати, вообще рекомендуем сервис Storytel. Огромное количество литературы по разным вообще подборкам, по всяким совершенно разным темам. Все ссылки будут в описании. А самое главное, что для подписчиков нашего канала 30 дней еще и бесплатно. Потом плата, в общем-то, тоже небольшая, чуть больше 500 рублей в месяц. В общем, вещь незаменимая, полезная, если хотите прокачивать свои мозги. Все ссылки будут в описании. В общем, Гриш, как мы с тобой поняли, Storytel — это, конечно, отличный сервис. И там вы можете найти кучу совершенно замечательных книг, которые вам расскажут, про разные вообще эпохи и про все остальное. Короче, прокачивайте знания, там ссылки будут в описании, вы постепенно переходите, а мы к нашей теме так возвращаемся. Вот взаимодействие бизнеса и искусства. Вот мы на этой теме недостаточно остановились, а она, кстати, крайне интересна. Вот как ты думаешь, из-за чего вообще складывается такой момент, что раньше, да, опять же, пример того же самого Щукина, не понимаю, но офигенно знаю, что выстрелят. Куплю. Куплю, вывешу, покажу, буду об этом рассказывать, даже если с эстетической точки зрения вот мне сейчас это недоступно. Но понимаю, что это новое слово, что это что-то вот прям, что может выстрелить. А сейчас вот есть такое. Ну, конечно, есть. Я небольшой эксперт в современных меценатах, но я знаю, что они есть. И понятно, что кто-то из них движим коммерческими интересами в части поддержки каких-то художников, которых можно потом будет подороже продать. Ну, арт-рынок сейчас более развитый, чем тогда, я так понимаю, более коммерциализированный и суммы больше. Вот. Поэтому, ну, рынок там, да, все эти аукционы и т.д. Вот. Но есть те, кто не из коммерческих интересов это делают, а из таких интересов поддержания родного искусства. То есть как это сейчас? Я сейчас конкретно их фамилии тебе не назову, но я знаю, что многие, например, поддерживают национальное искусство. Там какой-нибудь якутский предприниматель поддерживает якутских художников. И, кстати, там есть много крутых. Вот. И так далее. Просто, ну, это не супер хайповая тема, и тоже мы об этом не так много узнаем. Но вот у меня знакомые из арт-мира говорят, что это достаточно распространено. И не всегда, как я уже сказал, из коммерческих побуждений. Хотя и тогдашние меценаты тоже могли и зарабатывали на всем этом деле. То есть это было не стопроцентный альтруизм, скажем так, зачастую. Но думаю, что главная причина того, почему все-таки тогда была такая эпоха вот Третьяковых и таких вот замечательных подвижников, бизнесменов, меценатов, а сейчас мы не воспринимаем нынешнее время, как такую эпоху, заключается в том, что все-таки глобализация, нет уже такого стремления именно продвигать русскую культуру. Многие меценаты, просто меценаты, которые поддерживают любых художников из любых стран и не обязательно из России. И вот то, что Евгений Викторович говорил, раньше в этом воспринималась культура как война и идей, национальных идей в том числе, сейчас уже так не воспринимается во многом, потому что национальной идеи в России сейчас нет. Вообще, национальная идея сейчас стала непопулярной. Ну и в целом, эпоха метамодерна противится самому наличию такого феномена. Ведь мы знаем про Мамонтова, мы знаем про Третьякова, потому что мы знаем про Морозова, потому что эти меценаты остались в нашей культурно-исторической памяти. Но если взять того же Островского и его пьесы о купечестве, то извините меня, там одним из главных героев является Паратов. Ну какой он меценат? И таких там Паратовых огромное количество, бешеные деньги. Масса-то своя вот этих самых купцов была полуобразованная. Если мы вспомним роман Золя Нана о известной парижской проститутке, то она могла позволить себе любить только до зимы. Потому что зимой приезжал русский купец этакий Паратов, и ее выкупал из всех других любовников. И она жила у него во дворце. Ну вот вам и меценат ради, так сказать, вот этой самой Нана. Это, блядь, если контекст воспринимать, все не так радужно, как кажется. Вы называете три-два имени, так сейчас они тоже. Так не радужно, смотри, в чем штука-то есть. Понятно, что и тогда были такие люди, и разницы там в современной эпохе можно тоже особенно не проводить. Почему? Ну, яркий тебе пример, есть замечательный роман мопассана, милый друг, и вот тебе то же самое отношение к действительности исключительно с точки зрения того, как человек может реализоваться в обществе с абсолютно пофигистичным отношением к тому, что из себя представляют какие-то более высокие ценности. И это не новое. Новое-то что? Существование идеи. А вот если эта идея существует, то так или иначе она за собой определенных людей потащит наверх. Ну, просто потому, что эта идея сама по себе красивая, просто потому, что к ней не смогут не присоединиться еще очень-очень и очень-очень многие люди. Мы сразу сталкиваемся с таким комплексом проблем. Дело все в том, что когда мы говорим о 19 веке, хотя еще раз оговорюсь, там были разные купцы. Ну, разные, конечно. Так и разные дворя. Большинство дворян играло в карты, ходило по борделям и вообще говоря, и хочу напомнить, что, например, в семье Толстого, если верить Шкаловскому и его работе о Толстом, было полно казнокрадов, было полно всяких лихих людей и Толстой там вообще говоря не логичное продолжение. Да и Толстой сам играл в карты и ходил в публике. Проигрывался. Я хочу сказать, что когда он привез Софью Андреевну свою молодую супругу в Ясную Поляну, в Ясной Поляне не было простыней. Вот так жили Толстые. Знаете, спать дворянам, столбовым без простыней. Это было нормально. Поэтому по-разному. Но я о другом. Мы говорим о кризисе. Дело в том, что было классическое образование, которое касалось всех, даже коммерческих училищ. Вот в коммерческом училище всегда преподавали академическое образование. Что такое академическое образование? Образование эпохи классического, да, оно обращено в прошлое. Не в настоящее, не в будущее, а в прошлое. Почему? Такое ощущение, как будто они все строили свое отношение к образованию по известной работе Блаженного Августина «Исповедь», где он говорит, нету настоящего времени, оно мистично, нету будущего времени, оно призрачно, есть только прошлое. Поэтому правильно говорить, прошлое прошлого, настоящее прошлого и будущее прошлого. И эта христианская концепция Блаженного Августина определяла очень много в западноевропейской ментальности. И отсюда классическое образование. Человек считается образованным только тогда, когда он прочитал Гомера, Вергилия, Исхилла, Софокла, Еврипида, того же Авидия. Вспомним, самый такой крутой модернистский роман «Улисс» весь строится на прошлом. Он обращается к читателям, которые должны знать Гомера. Почему говорят сейчас, да мы не можем прочитать этот роман. Ребята, Гомера не прочитали, а потом уже роман и так далее. И вот это обращение к прошлому, даже в коммерческих училищах, делало этих людей, как ты правильно сказал, людей-идеи. А сейчас образование все строится по утилитарности. Ты должен получить знания, умения и навыки, приспособленные к этой безумной современной действительности, чтобы, грубо говоря, рубить бабло. Это и есть счастье. Изменилась концепция счастья. Ну, и культурного бэкграунда не достает, да, многим бизнесменам. И не достает. Они тупы, примитивны, и все из моей любимой финашки. А там таких идиотов. Нет, ну, далеко не все, конечно, тупы и примитивны, но общий, наверное, культурный уровень, я думаю, что ниже, чем уровень тогдашних предпринимателей. О, Гриш, здесь к тебе в этом плане вопрос, и вот мы с тобой проследили, есть отношение бизнеса к искусству, да, в Российской империи. Мы видим, как бизнес максимально искусству поддерживает, и примеров тому достаточно много. Понятно, что есть и отрицательные примеры, но положительные тоже есть, и причем положительные примеры, которые сработали на весь мир. Дягилев сделал так, что русский балет это бренд по всему миру. Станиславский, благодаря Немировичу Данченко, сделал так, что русский театр это нахрен бренд по всему миру. И то, что по школе Станиславского учатся актеры практически во всем мире, потому что ничего более совершенного в определенный момент они не придумали. И все это, опять же, благодаря Дягилевой, благодаря тому, что он вкладывает деньги, чтобы это популяризировать. Но у нас есть пример советского времени. Вот кажется, в стране произошли грандиозные изменения. Частный капитал отсюда, по сути дела, ушел. Нет больше этих купцов, меценатов, которые могут поддерживать художников. Наоборот, есть вроде бы такое откровенное лицо тирании, которое сейчас тоже многие в нашей стране терпеть не могут. С одной стороны, и любят безумно, с другой стороны, и терпеть не могут. Но какой расцвет русской культуры. Вот опять же, берем мы, например, ту же самую эпоху до Сталина, да, сталинскую эпоху и постсталинскую эпоху Советского Союза. Какое громадное количество великолепных совершенно произведений искусства, будь то кинематограф, да, будь то русский авангард, будь то литература, которые действительно выстреливают на весь мир. Ну, то есть, черт возьми, ну шел с его тихим доном, но можно чего говорить, но, блин, лауреат Нобелевской премии и абсолютно заслуженно. Типа, в тот момент, когда Нобелевская премия действительно вручалась по делу, а речь 60-е, 70-е годы, 20-го эффекта абсолютно заслуженно получает за дело. Ну, это вот старая, эта идея достаточно, мы её неоднократно тоже в подкастах наших обсуждали, про то, что наличие ограничений, наличие цензурных ограничений в том числе, иногда, я ни в коем случае не оправдываю цензуру, я считаю, что это зло, но, тем не менее, есть положительная сторона у этого, что способствует иногда рождению произведений искусства, искусства, наличия какой-то несвободы, наличия каких-то ограничений, потому что, во-первых, стимулирует как-то изобретательно обходить эти ограничения, во-вторых, потому что это своего рода отдушина, искусство это своего рода отдушина, и, конечно же, мы знаем сегодня многие произведения, которые были неизвестны современникам, советским гражданам, которые не видели опубликованными эти произведения, и там в конце 80-х, начале 90-х пошёл этот огромный поток издаваемых романов, которые были написаны там за десятилетия до, вот, и вот это было так своего рода отдушиной для советских людей, которые жили в условиях действительно жестокого режима и жёсткой цензуры и очень многих ограничений. Это плохо, что эти все вещи были, но они дали нам, наверное, часть вот этих великих произведений, которых бы не было без этих ограничений. Я к чему этот вопрос тебе ещё задавал? Смотри, когда мы говорим, например, о золотом веке практически любой культуры, мы так или иначе говорим о капитале. то есть без этого мы никуда и никак. Не было бы золотого века нидерландской живописи, если бы не было капиталов, которые люди готовы были вкладывать в производство. возрождение не было бы без капитала. Не было бы возрождения, если бы не было Медичи, который готов был спонсировать этих художников. Не было бы Рембрандта, не было бы Вермеера, не было бы огромного количества у нас ребят из Северного возрождения. Нидерланды, не... Если бы не принялись... В плане торговли... Выражаясь по терминологии Островского, бешеных денег. Вот этих вот вдруг свалившихся капиталов, от чего возникла возможность вкладывать их в искусство и в развитии искусства, то есть то, что мы имеем сейчас. Хотя капитал, понятное дело, уже давно к 0 в лету. Ну, видишь, для литературы это не так обязательно работает, потому что её можно без денег делать, понимаешь? Можно, да не всегда. Да, как бы, ну, без денег написать «Война и мир» крайне сложно, да, в отличие от Льва Толстого, который, в общем, особо о деньгах не заботился, у него была возможность работать над своим романом. Мы тоже это понимаем. Опять же, знаменитая штука с Хартер Ли и её убить пересмешника, то, что в определённый момент ей друзья собрали деньги на то, чтобы она могла в течение нескольких лет просто не работать, не дома. Кто бы не знал о Джойсе, ничего, не о его великом романе «Улисс», если бы ни одна богатая американка, совершенно сумасшедшая, которая прочитала этот безумный роман и вложила деньги на его публикацию очень малым тиражом. Потом он, если не ошибаюсь, попался на глаза такой известной пропагандистки Гертруда Стайн. Дальше за ней подтянулись все её ребятки из потерянного поколения. И Джойс превратился в гуру. Но это случайно. Вообще, литература и деньги абсолютно согласен. Мы ничего бы не знали про Блейка, если бы один из представителей уже поздней поэзии не купил за две Генеи эти самые гравюры Блейка у старьёвщика. Он бы исчез бы просто. Две Генеи и всё. Что это за деньги две Генеи? Даже тогда это немного. Он купил их по принципу как на барахолке и стал пропагандировать Блейка. И Блейк много-много лет спустя после своей смерти вдруг завоевал то место, которого он не завоевывал среди современников. Но, тем не менее, многие советские писатели жили и умерли нищими иногда в безвестности. И да, наверное, что-то однозначно, что-то великое утерялось во всём этом. Кромешно. А тут вопрос-то, смотри. Вопрос вот какой. Я имею в виду, что когда ты задавал вопрос, тут надо учитывать имперское сознание. Все издек, которые стремятся к империи. И имперское сознание строится таким образом, чтобы у империи было лучшее искусство, лучшее литература, улучшить фасад, улучшить архитектуру, улучшить спорт. Так строен церковь. И тут важный момент. Вот реально важный. Вот прямо... А вот ещё, подожди, а почему так? Да погоди. Потому что государство в империи становится образом бога. Государство есть бог. Да, а бог есть капитал. Вопрос, да, но тут вопрос всё-таки состоит немного в ином. Смотри, вот что важнее, на твой взгляд, если мы сравниваем это в протяжении истории. Влияние капитала, и мы видели, как это развивается, например, там под, ну, опять же, итальянское возрождение, с другой стороны, золотой век нидерландов, с другой стороны, золотой век, например, французской культуры, золотой век английской культуры, викторианская Англия, художники, пирофаэлиты, вся английская литература. Золотой век русской культуры, в том числе. Капитал-капитал, да, причём не только государство, или идея. Потому что во всех этих пунктах прежде всего работала идея. И если мы, например, сравниваем всю эту историю с тем, что мы имели уже в Советском Союзе, вот казалось бы, да, советское государство, это время, когда у тебя свободного капитала, не государство, но фактически просто нет. У тебя нет меценатов, которые готовы вкладывать в развитие искусства. У тебя есть государство, которое чётко определяет, мы хотим вот это, мы на вот это выделим деньги. Государство выступает мощным меценатом. Да. Потому что на государство эпохи Сталина, она в этом смысле правильно говорит, говорит в книге «Номенклатура». Государство Сталина напоминает Египет древний, где на самом деле всё население рабы, есть определённый класс чиновников, как жрецов, есть высший правитель, который воспринимается как фараон, и всё это колоссальный капитал, основанный на дармовом, рабском труде огромной массы. Это никакому Медичи не снилось, никакому Рокфеллеру не снилось. Это колоссальная мощь государства, основанная на нищенском, рабском труде каждого гражданина. А каждый гражданин в этом смысле промывка мозгов, потому что государство и есть бог, и в основе этого бога есть одна личность диктатора. Я и есть бог. Ну, безусловно, капитал был, и у отдельных творцов признаваемых советским режимом были там и поддачи, и подкармливки. Ну, Алексей Толстой, красный граф. Ну, в общем, разные на самом деле. И поэтому это было. Но ты спросил, что важнее, капитал или идея. И я думаю, что идея однозначно важнее. Вот сейчас есть капитал, но идей нет. А в какой-то момент не было капитала, были идеи, создавались великие произведения. Ну, я не говорю, что сейчас ничего великого не создаётся, но всё-таки, наверное, может быть, мы просто что-то пропускаем, но по масштабу, наверное, современное русское искусство уступает даже XX веку, даже советским временам. Очень даже интересно, когда мы говорим о том, куда ушёл золотой век вообще в принципе русской культуры. Почему? Потому что изначально у нас, да, каждый момент с того периода, когда в принципе начинается этот золотой век, у тебя была идея. И вот эта идея, она в русской культуре была всегда определяющей. Каждый писатель видел её по-своему. Каждый художник видел её по-своему. Тот же самый, например, Николай Ге думал, что? Думал о том, чтобы очеловечить Христа и рассказать историю христианства по-новому. Вот его идея. Ему плевать на капиталы, ему плевать на то, сколько денег он за это получит. Он вообще может переехать в Черниговскую губернию, творить там где-то у себя в задворках, лишь бы реализовать идею. Толстой. Какое ему вообще дело до государства? Ну, то есть государство официально за ним следит, на него сколько там, по-моему, ну, приведутся так. Тысяча триста... Современники считали, что в России есть два царя. Один Николай II, а другой Лев Николаевич. И вот так вот... Или там Александр он творил при Александре III, при Николае II. Умер в 1910 году. Вот так и говорили. Есть два царя. Один на троне, другой Толстой. Это такое вот действительно... Сам Толстой был уверен, что ему не надо умирать, потому что если он умрет, то с Россией произойдут страшные катаклизмы. Он и есть Россия. Ну, что делать? Проблема самооценки у него не было, но действительно так случилось. Когда мы говорим, да, вот, о идее, то эта идея на протяжении всего 19 века, она русскую культуру двигала. Первоначально эта идея была в том, чтобы нам сравняться с западными странами, чтобы перенять весь их опыт. Как опять же говорил тот же самый Иван Цветаев, несчастные мы люди, у нас своей античности нет. И вот, пожалуйста, вам дают эту античность. Вам дают это переосмысление средневековья. То же самое Пушкин с его маленькими трагедиями, с переосмыслением всех традиционных средневековых сюжетов. Тот же самый Лермонтов, тот же самый Гоголь со своей ориентацией на и плутавской роман, и карнавальную культуру, и всё остальное, которое приносило вот это европейское, в то русское сознание, которое было этого лишено. Ведь в чём главный прелесть Гоголя? Он же, по сути дела, взял традиционные малороссийские, малороссийский фольклор, и подо всё это приплёл традиции европейской литературы, в том числе и испанской литературы, и итальянской литературы, и немецкой литературы, что вы не любите. Из этого получился прям взрыв. Получается, говорили, главный европеец в России – это государство, а по факту главный европеец в России – это русский писатель. Да, в том числе Достоевский. Достоевский при всей своей русской... Хочу опять процитировать. Пушкин пишет в своих дневниках. Вот род Романовых, странно как-то, он ведёт за собой всё, весь российский народ, а российский народ движется своим путём. Не очень следуя за Романовым. У меня есть такое выступление. Вот. И тут, смотри, когда мы видим с тобой симбиоз капитала и симбиоз идеи, мы получаем просто колоссальное развитие. Дальше. У нас остаётся только одна идея. И вот эта идея у нас давляет в 20 веке. Идея великолепная, идея потрясающая. Ну, во многих моментах, да, то есть можно по-разному относиться вообще к коммунистической повестке. Можно говорить, что это утопическая хрень, которая вообще никогда не воплотима. Но по красоте своей эта идея действительно привлекала огромное количество художников. Ну, плюс это была не единственная идея, была же идея парбы. Конечно. То есть это идея пары, идея, которая двигала. Коммунистическая идея имеет под собой христианские корни. Да. И это царство Божье здесь и сейчас при условии, что носители этой идеи. Были абсолютные безбожники. В этом весь конфликт. Ну, коммунизм очень похож с религией, да. Ну, вот представь себе, например, Маяковского без идеи коммунизма. У тебя нет одного из просто шедевров. Ну, если говорить о Маяковском, там у него библеизм и слова из Библии. Постоянно. Вот берём мы, например, такой страшный опыт. Опыт действительно страшный, по которому можно рефлексировать постоянно. А русская культура это прежде всего рефлексия. То есть это традиция наша. Мы очень круты в осознании собственных бед. Вот правда. Вот то, как о собственных бедах рассказывают в России, пожалуй, больше не рассказывает никто. Вот взять, например, того же самого Достоевского. Вот чем для него стала каторга? Это же прошло через всё его творчество. У него так или иначе это есть везде и есть постоянно. Чем для Толстого стали его прегрешения? Это тоже центральный мотив всего. Вот что вспомнить, например, тот же самый рассказ Дьявол. Русская культура вся строится на рефлексе, на осознании каких-то собственных ошибок, собственных проблем, всем остальном. И в этом отношении советская литература и советское кино 60-х годов выстреливают просто потрясающе, потому что такого осознания того, что представляла из себя Великая Отечественная война, нет больше нигде. Ну, действительно, нигде. многие европейские авторы пытались этот феномен осмыслить. Есть Курт Воннигунд, да, есть Смерть в мое ремесло. Замечательная совершенно книга. Но когда мы говорим вот об этом осознании, например, Мертвому не больно быкова, да, блин, читаешь, ты понимаешь, это один из самых вообще великих текстов по войне, которые есть. Ну, просто ты проникаешься в каждой строчке, понимаешь, но лучше уже не скажешь. Тут еще одна маленькая деталь. Опять-таки, даже то, о чем ты говоришь, например, лейтенантская проза, ты ее задел сейчас, это и Василь Быков, это и Борис Васильев, это и Распутин, ну, целое направление лейтенантской прозы, это и Некрасов в окропах в окопах Сталинграда, и Симонов, и Симонов. Ведь уже давным-давно доказано, что на самом деле эта так называемая военная проза, она несет на себе тень французского экзистенциализма. Это не означает, что они все зачитывались тем самым Сартром и Камю. Если вы возьмете, например, рассказы о войне Сартра, да, и возьмете того же Бориса Васильева или Василя Быкова, то если у вас шор нет на глазах, вы увидите, что проблема выбора, проблема экстенциальной ситуации, она там присутствует и просто выпирает. Это означает одно, они нащупали общую европейскую культурную тенденцию, когда показывают человека один на один в страшных исторических обстоятельствах, когда он не за родину за Сталина воюет, а когда он должен сделать в пороговой ситуации перед смертью самый главный для себя выбор, проблема выбора. Это выбор Софи. Да. Это все то же самое. Писатель начинается, вот как кинорежиссер начинается с кадра, то есть со слова. Вот писатель начинается со слова, то, что кадр приравняется слову. Если его слово сразу несет в себе какую-то внутреннюю конфликтность, боль, или юмор, или бог знает, какие еще невыраженные слова, иными словами, у писателя слово, я сейчас принесу абсолютную глупость, но за нее стою, у писателя слово должно умирать, как зерно, которое брошено в почву, чтобы родить смыслы. То есть истинный писатель работает не на уровне простой вербальности. Это псевдописатели работают на уровне простой вербальности. Истинный писатель, как сказал мой любимый Лев Николаевич Астой, наивно думать, что книги пишутся словами. Книги пишутся чем-то помимо слов. Вот у истинного писателя слово у вас на глазах умирает. Оно вроде есть, и его нет. Красиво. Ну вот Набоков как-то сказал, что все, что у меня есть, это мой стиль. Он, конечно, глукавил, потому что далеко не только этим он силен, но он действительно величайший стилист. Да, ты прав. Пропала та классическая идея, которая связывает нас с золотым веком и так далее, и так далее. Но мне нравится это учение в ноосфере в лице, так сказать, Чижевского, например. Он говорит следующее. Идеи подобны вирусу. Они уходят, они засыпают, как сибирская язва, они кажутся неактуальными, но это не означает, что они исчезли. Наступает какой-то триггер, какой-то прорыв в нашей жизни, какое-то непонятное событие, может быть, даже глупые, может быть, даже примитивные, может быть, даже в результате какой-то дурак что-то чихнул, что-то сказал в интернете, и неожиданно в эту воронку врываются те давно забытые идеи и сводят с ума, и они вдруг в тренде, и они вдруг поднимаются наверх. Как сказал один смешной персонаж в дурацком фильме «Чрезвычайное происшествие» про убийцу и большого друга Сталина Камо. Там сидит один такой как анархист, лысый такой, и он выступает как такой идеолог этого анархизма. Камо задает не те вопросы, и он говорит одну из секунд «Убей его!» И кому говорит «Слушай, а может убить тебя? Меня нельзя, идею нельзя убить». Вот это главная мысль. Про идею как вирус у Кристофера Нолана было в фильме «Начало», буквально дословные цитаты, интересно, читал ли он это произведение. Ладно. Если вспомнить, например, записи Довлатова, когда он говорит о том, что я вышел максимально не вовремя со своим вообще романом «Зона», потому что было уже такое количество лагерной литературы от лица тех жертв, что я с позицией охранника здесь вообще не сбоку припеку. Я не нужен идеи нет, потому что его идея основная состоит в чем? Он вынужден их охранять, вот этих всех лагерников. Не потому, что он страдает за идею и за свои убеждения, не потому, что он там сидит, потому что он таким образом проходит свой путь очищения, который завершал Достоевский, а потому, что просто так сложились обстоятельства, выкинули его из института, предложили ему туда поехать, и вот он вынужден выполнять вот эту задачу. У Венчика Ерофеева, ведь та же самая штука, ведь есть его вот это совершенно поэтичная, потрясающая тонкая душа, а дальше вкинута она куда? Вкинута она в реальность, которой ему просто нет выхода. Ну, у него нет работы. Мы сейчас присутствуем при следующем процессе. Умный человек, а это умный человек, создает своего гения, и это делается сплошь и рядом, потому что в конечном счете современная культура сводится к субъективности, к тому, как мы воспринимаем. На этом строится много, например, театр абсурда. Не одна пьеса в ожидании года, а сколько зрителей, столько будет пьес в ожидании года. Ни один Довлатов, а сколько у него читателей, а у него много читателей, и вдумчивых читателей, и умных читателей, столько он будет иметь отражений. И это уже, в общем-то, заявка на величие, потому что только великий человек может отражаться, отражаться, обрастать смыслами и прочее, прочее. Это, кстати, сказать, тут еще один вопрос. Иногда происходит переоценка гениев. И очень часто приходит другое время, и то, что считалось гением, уже гениальностью не отличается. А потом проходит какое-то время, и его опять поднимают. Лет 200 был забыт Шекспир. Абсолютный гений. Был забыт напрочь. Босх тот же лет сто или около того, ну не сто, но несколько десятилетий был напрочь забыт Пушкин. При Некрасове все считали какой Пушкин есть Некрасов и так далее. Нафиг Пушкин. Вспомним Писарева по поводу Пушкина и так далее. Напрочь был забыт. Ну это показывает, что все-таки общественное одобрение не единственное как минимум и может быть даже не обязательно критерия величия. но ты думаешь, что только человек, который имеет какую-то идею в своем творчестве может быть великим. То есть условно говоря какой-нибудь постмодернист, который может. Постмодернист легко может быть. Который отказывается от идей вполне может. Очень крутым. Знаешь почему? Потому что постмодернист может не просто выразить идею. Главная задача искусства состоит в нескольких вещах. Идея это то, что искусство он двигает. То, что его направляет. То, что его направляет к развитию. Когда тебе хочется больше, больше и больше ради достижения вот той самой цели. Вот той идеи, о которой ты мечтал. А есть понятие красоты. Ну да, главная задача. Игра, дегонструкция. Главная задача искусства состоит в чем? Передать тебе красоту этого мира. Ну, ту самую великую красоту, как в фильме Павла Сарантино, которую ты можешь увидеть и запечатляешь. И тут на самом деле достаточно забавно, потому что подходим более-менее к современному миру, к тому, что вообще же произошло. Кто у нас из культовых личностей вот сейчас прям вот так есть. Если мы берем те же самых, например, писателей. Пелевин, Сорокин. Да, Пелевин, Сорокин. При том условии, что и Пелевин, и Сорокин в этом отношении вызывают огромное количество вопросов. Хотя, хотя, опять же, Сорокин, понятно, да, он сразу говорит, я пишу так, потому что на языке маток говорит примерно 90% людей. Хочу быть понятным, пишу так. Витя Пелевин. Вот это, на самом деле, вопрос достаточно интересный. Вот Витя Пелевин как отражение эпохи, как отражение ее сути, насколько вообще он смог это понять, насколько это тот художник, который сумел у себя каким-то образом красоту это поймать. И мне тут ваше мнение интересно узнать. У меня есть свое, я его попозже выскажу. Я думаю, что Пелевин тот человек, который претендует на статус великого писателя, сможем мы его однозначно наделить им только, наверное, спустя какое-то время, потому что это критерий, наверное, того, можно ли разбрасываться этим словом или нет. Современный Пелевин мне не очень нравится. Вот у меня были обзоры на канале Книжный Чел на его последние книги, вот на Трансгуманизм, например, на Непобедимое солнце. Обе мне не понравились, я достаточно конструктивно их там критикую. Но, тем не менее, старый Пелевин, я считаю, невероятно точно сумел поймать вот этот сайт-газ, вот этот дух эпохи. Если мы посмотрим на Generation P, ну, кто лучше написал про 90-е? Я думаю, никто про российские. Вот. Если мы посмотрим, да даже вот на что-нибудь поближе к современности, на СНАФ, кто лучше изобразил вот эту эпоху симулякров и симуляций, постправды, фейковых гибридных войн и так далее, чем он. Ну, в русской литературе, во всяком случае, я не знаю таких примеров. То есть он умеет, у него точно там, где-то у него, может быть, нет идеи, есть только насмешка, есть только деконструкция, есть только какая-то хитроумная игра, постмодернистская, метамодернистская, но он делает это очень стильно, он делает это, делал это очень по-новому. Сейчас уже там неизбежные самоповторы и немножко он теряет вот эту, мне кажется, хватку и не так улавливает из своего Таиланда, где он там сейчас живёт, нить времени. Но раньше он это делал, по-моему, блестяще и подтверждение тому, то, что мы во многом живём в реальности, описанной Пелеиным, задолго до того, как она наступила. То есть какие-то политические события совершаются, и непонятно, вдохновляется ли администрация президента Пелеиным или же просто он такой пророк-визионер, который заранее предвидел те или иные события. Кстати, Сорокину точно так же, если мы откроем День опричника, но посмотрим на современную Россию, тоже многое, кажется, коррелирует. Вполне. Всё, да. Отец. Сейчас будет Дисона Пелеина. Нет, нет, это дело. Первый тезис. Люблю эту цитату из Жванецкого. Наши ботинки во, если других не видел. Потому что я всегда рассматриваю, а что же происходит в это время на Западе, даже в области постмодернизма, метамодернизма. И когда я смотрю и читаю Пелеина, у меня такое ощущение, как сказал один островный человек, это мясо кто-то уже жевал, и даже видна слюна. Потому что когда я читаю Мишеля Турнье, Паскаля Киньяра, когда я читаю Роблиса, там, где тигры у себя дома, я не только вижу эту постмодернистскую игру, о которой вы сказали, и мне, честно говоря, я не патриот, чхать мне на то, как он написал эту несуразную Россию, которая сама не знает, чего она из себя представляет. И если уж так говорить о Пелевине, то дайте спасибо, скажите спасибо Суркову, который свою хрень воплощал в определенной политике. Сурков определенный гениальный человек, хотя и злодей. Ну, не знаю, тут вот нет моего коллеги, он бы вам рассказал, насколько он гениален, но не важно, или не гениален, я тут молчу. Так вот, есть такие подводные течения, которые сразу, так сказать, отвращают меня. Но не важно, мы вообще, давайте скажем, что термин гений и гениальность сейчас девальвировался. Согласен. Сейчас понятие гениальный равно хороший. Но я все-таки не так разбрасываю с этим словом. В лучшем случае талантливый, потому что сейчас все гениальные. Умер какой-то полуизвестный актер, гений эпизода. Вы этот эпизод-то никогда не вспомните, но он там гений. Умирает какая-то проститутка гений экскорта. Все мы гений. Мы плюнем уже гениально. Гений это слово так. Я всегда вспоминаю Нюзеля, его великую книгу «Человек без свойств». Когда главный герой открывает газету и читает «гениальный боксер», и он думает, а кто ж тогда Данте-то? Как же мозги-то должны были свернуть этот гениальный боксер? Но ничего, он с этим еще живет. На следующее утро он открывает газету, там написано «гениальная скаковая лошадь». Он понимает все, понятие гений отпадает. Но если понятие гений отпадает, человек становится без свойств. Суть человека без свойств, это означает нет никакой градации оценки. Если гениальная скаковая лошадь, то тогда вообще деваться. Я все-таки как повторюсь, использую гениальный традиционер. Пусть останется гений, как просто хорошая оценка. У каждого своя хорошая оценка. Поэтому когда говорят гений, у меня почему-то сразу в Башкевск возникает Данте, Вергелий, где там Пелевин? Где он там, где, на какой подошве? Я не думаю, что можно сравнить по масштабу Пелевина с Данте, с Вергелиями. А это и есть гений. Но это люди в топ-10, наверное, по влиянию на литературу. Пусть будет хорошая. Еще неизвестно, кто больше повлиял, Сурков или Пелевин на нашу хрень. Так вот, если в плане литературы столько книг действительно, ну, не гене, а потрясающих по своей сути, по тому, что они вызывают в вас еще и определенные эмоции. Ведь вызвать у читателя тебе далекого, который тебе неизвестен определенную щемящую эмоцию, это вообще такая заслуга фантастическая, ни с чем не сопоставима. Пелевин рационален, он антиэмоционален, он может вызывать у вас как в поэмах Эллиота вот это ощущение, у вас тогда, говорит Эллиот, возникнут эмоции, когда вы как математик поймете гениальность замысла моей поэмы «Бесплодная земля». Вот когда вы поймете замысел, тогда вот как вот математик, который видит красоту своей формулы, вы тогда испытаете эмоции. это мне неприемлемо, потому что для меня над вымыслом слезами обольюсь. И здесь и постмодернизм, и метамодернизм не помеха, потому что когда я читаю, например, Каспар, Мельхиор и Бальтазар Мишеля Турни, это абсолютный постмодернизм высочайшего уровня. Я вот действительно над вымыслом слезами обольюсь. Когда я читаю Паскалик Ньяра «Все утро мира» над вымыслом слезами обольюсь, там тоже идет постмодернистская игра, но там человечек есть, там чувства есть, там не просто какой-то... Почему я называю его проектом? Это проект. Меня не удивить этими конструкциями. Во-первых, все сюжетные твисты, как сказал Проб, это все волшебная сказка. Это все от волшебной... Меня не удивить твистами, я все твисты знаю. Если уж даже Шекспир из 38 пьес 37 своровал вот кого-то, что там Пелевин гнев. Так вот, поэтому меня этим не удивить. Этой игрой фальшивой меня не удивить. А я читаю, я эмоций никаких не вижу. Возможно, это и ваш писатель. А я очень многие испытываю. Но мы с вами продолжим это обсуждать в шоу книжных 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 Я себе здесь хочу очень-очень-очень-очень возразить. Пелевин он очень разный. Очень разный. У него есть действительно хорошие вещи, есть вещи, мимо которых вообще можно очень-очень-очень-очень-очень-очень спокойно пройти. Для меня есть один показатель. Литература, я понимаю, что это вообще показатель несовершенный. его нельзя измерить, точнее, его нельзя применять как какой-то постоянный критерий, потому что это критерий меняющийся. Но каждая книга, каждое произведение трогает нас настолько, насколько оно способно каким-то образом открытнуться в нашей душе. И у Плеина есть один роман, который нашёл отклик прямо вот сном. Десять из десяти максимальный. Просто за одно сравнение. А сравнение очень красивое. очень хорошее. ну, и лично у меня, как у человека, который занимается искусством слова, мне вызывает сомнение, что такое сравнение мог привести только человек, который действительно блестяще разбирается в том, что представляет из себя искусство слова. И во всяком случае умеет каким-то образом с этим взаимодействовать. Возможно, разучился, но умел когда-то. Есть его роман. Я его всё время рекомендую. Я про него часто говорю. Это его роман «Амон Ра». Это первое произведение Пелевина. Ещё до его популярности написано. С очень такой прикольной советской темой. А там есть замечательное совершенно сравнение. Вот сравнение, которое, знаешь, батенька в самую душу бьёт. Когда герой главный думает о том, что хочет стать лётчиком истребителем. А у меня это у самого мечта с детства. Я ещё в детстве самым мечтал истребители пилотировать. В атаку там заходить на аэродромы и прочее. В небеса вылетать. Потом понял, что армия говно. Но это благодаря тебе. Спасибо, пап. Вот. Ты мой антимилитарист. Вот. Но штука состоит в том, что прям классное, вот точно сердечко бьющее описание. Ну, прям такое замечательное. Я сам же такое представлял, когда герой главный едет на велосипеде, понимаешь, с горки, и думает, что он сейчас заходит в атаку на вражеский аэродром. И кажется ему, что он вот сейчас вот прямо выполняет главную миссию своей жизни. И потом вот эти детские мечты и его проекция в реальность, когда он уже оказывается в училище, космическом, и когда ему говорят, а ни хера ты летать не будешь, у тебя космическая программа, и ты сейчас будешь просто по вот этой непонятной херне примерно на таком же велосипеде гонять типа по Луне. Но это будет твоя последняя миссия, потому что ты обречен на смерть, чувак. Потому что роботов у нас нет, мы не можем их на Луну послать. Прости, государство в жопе. И поэтому тебе на велосипеде теперь просто по поверхности Луны ездить, брат. И вот это вот соотношение красиво, да. Мечты и как бы и реальности. Мечты в твоем детском представлении и реальности, которые потом дает тебе государство. Ну ведь, ну как красиво. Ну вот и с теми же самыми педальками, которые они вращают. Ну ведь как это и по технике. И по воспоминанию. Ребята, спорить с вами не буду. Это бессмысленно, этот спор. Я могу высказать вам свои соображения, но кому они интересны, не мой это писатель. Потому что даже то, что ты рассказал, господи, какая же сложная и слабенькая метафорическая конструкция. Господи, как много слов. Господи, а результат пшик. Господи. Когда ты читаешь Паскалик и Ньяр и там передается, что освоил на своей виоле Сент-Колон, что он может передать, что он может передать звук, крик младенца и боевой клич герцога Наварского, вот ты видишь это и ты чувствуешь, что первый крик младенца и боевой клич герцога Наварского и все это могила скорби. Ты просто летчиком никогда не стал быть, вот и все. Не резонирует у вас просто, да. Друзья, напишите в комментарии, напишите байт на комментарии, напишите в комментарии, если хотите, чтобы мы с Евгением Викторовичем в шоу «Книжный чел» обсудили Пелена подробнее, за руки. давайте не будем Пелевина, потому что, ну, А если народ попросит? Нет, да мы с ним с народом, что у нас народ, мы сами народ. Так вот, как сказал Андрей, как сказал Андрей Платунов, без меня народ будет неполный. Так вот, поэтому нахрен мне народ, я и есть народ, как говорится. Так вот, и без меня он будет неполный, как и без вас, как и без всякого здесь присутствующего. Давайте каких других. Не обязательно. Левин, если слови и по голосисте, да? Мы даже не знаем, какой у нас литературный процесс сейчас, потому что госпожа Шубина выполняет роль штамповать гениев, типа убогого Водолазкина. Мне очень нравится Водолазкин. У Водолазкина слишком много слов. Это прям сцена из Гамлета. О чем книга, сэр? Слова, слова, слова. Так много слов. Ну, приходим к активности восприятия искусства. Есть, ведь авиатор, авиатор, ну, более-менее неплохой роман. Ну да, концовка кал, ну, стоп поделать, такова литература, но начало, это ничего, понимаешь? И вводит, и даже заинтересовывает, ну да, ну в конце просрался, ну как, ну кому как, кому как, кому как. Я еще раз говорю, у меня такое ощущение всегда, когда я этих ребят читаю, я думаю, и нахера? Вы понимаете, вот, музыкант с первого ноты определит, чего нет в нотах, того нет в концепции. Вот это вообще стоит слушать? Или это все, так сказать, я страдал, страданул, через речку сиганул. Вот когда я этих ребят беру, я вижу, да словом-то они не владеют, но они не владеют, у них много слов, достаточно одно, который, вот, как у того же Платонова, да, как у, у любого, например, у того же Чехова, с его, так сказать, не собственно прямую речь, достаточно одного, который будет у вас на глазах, когда вы его выбираете, просто рассыпаться, переставая быть вербальным отражением смысла, уводя вас на невербальный уровень общения. Вот это для меня главный критерий. Когда я вижу много слов, я вижу, что писатель мне все объясняет, что он меня за дурака считает, и он говорит, вот это еще пойми, вот это еще пойми, козел, вот это еще пойми, а я думаю, да я тебя с первого раза понял. Ты говори кому-то другому, мне-то не надо, мне-то не надо, потому что ты никогда не напишешь фразу Пухов на гробу своей жены колбасу резу, приговаривая, естество свое берет. Бабац! Дар по башке! Ну, чуть разные, конечно, жанры и стили. А это не жанры. Ну, а Чехов... Это мера писателя. Все. Владеет словом писатель или нет? Выведет он втрепет от одного слова? Или нет? Правда, идеально же начало рассказывать Чехову. Вот правда, но лучше не видел, лучше не вспоминал. Это у Платона. Сокровенный человек. У Платона, а я про Чехов, про скрипку Ротшильда. Ну, обожаю это начало, ну, фантастика же. Городок был маленький, хуже деревни. И жили в нем одни только старики, которые умирали так редко, что даже досадно. Ну, да. Ну, как бы, ну, что тут скажешь? А дальше у тебя речь про гердоровщика. Ну, сразу в контексте. Мы опять пришли к одной простой вещи, с которой начали. Действительно, нету несопоставимые люди, которые сейчас на виду, которых, кстати сказать, раскручивают очень искусственно. Потому что если бы у нас ведь, понимаете, какая беда? У нас нет понятия литературного процесса. Он умер. У нас есть несколько писателей, которые не являются литературным процессом. Литературный процесс это что? Это не несколько писателей, а это, например, талантливые и менее талантливые. Но они все вместе составляют определенный литературный процесс, который на самом деле пытаются что-то осмыслить в этом мире. Это взгляд стрекозы. Сразу много зрачков, много камер. А у нас один, будь то Пелевин, и он все осветил. Да ни хрена он не осветил. Потому что там много в тени еще осталось. Он не один, он не один. В том-то и дело. Просто в сознании, потому что пиар работает так. А для тех, которые рядом с ним ставят, они такие же. Потому что они не составляют литературный... Он умер после Советского Союза. На Западе литературный процесс не прекращался. Там все равно это поток писателей, самых разных. Выбирай, кого хочешь. Не нравится Уэльбек, читай этого. Не нравится тот, читай этого. Но это литературный процесс. У нас он умер. Вот я прихожу в дом литератора и вижу моего любимого Быкова, вижу Водолазкина и вижу еще. А все остальные, которые были, всех убрали нахрен. Хотя они были литературным процессом. Но почему Леонов, великий писатель, там не имеет права его портрет висеть? Ну где Быков, а где Леонов? Ну так, между нами говоря. Где роман Пирамиды и где вся эта хель, которую он успел написать? Я думаю, не буду ничего плохого про него говорить. Я думаю, друзья, что это на самом деле великолепная тема для одного из наших следующих подкастов. Потому что говорить о современном литературном процессе это вещь максимально интересная, замечательная, потрясающая, уникальная. Но мы это сделаем в следующий раз. А сейчас скажем вам только одно. Красота, она в глазах смотрящего. Мы сами определяем, что является золотым веком, а что золотым веком не является. О чём мы сегодня с вами и говорили. Каких-то определённых алгоритмов, закономерностей здесь нет. Главное, чтобы была идея, которую художник хотел воплотить. И не важно, что это. Это какая-то высокая идея и стремление к прекрасному. Это идея, которая говорит о том, что вот эта высокая идея уже разложилась, как, например, это было с Довлатовым или с тем же самым Ерофеевым. Таких примеров масса. В любом случае, пока существует искусство, нам скучно не будет. И пока существует искусство, золотой век так или иначе будет продолжаться. Со мной сегодня был Евгений Жаринов. Со мной сегодня был Гриш Мастридер. Мы обсуждали с вами, что вообще представляет из себя золотой век русской культуры, куда она движется, куда она придёт. Куда придёт, непонятно. Но об этом мы поговорим с вами в следующих выпусках. Всем пока. Скачивайте Storytel. Ссылка в описании. Не забудьте поставить лайк, комментарий написать и напишите комментарий, если хотите увидеть курс от Николая Жариного на платформе Академия Мастридера. Что это такое? Что? 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 Вот напишите. Да, спросите, а мы ответим. Пока. Ваше здоровье. Субтитры создавал DimaTorzok